Возвращаемся к теме выпуска. Энергоколлапс накануне заставил многих бежать в магазины. Скупали хлеб, воду и свечи. Сегодня все спокойно. Тем временем Тираспольский хлебокомбинат, даже когда не было света, работу не останавливал. Было в шрифе. Купила хлеб. Я всегда делаю запас. Бендеры накануне. Отключили свет. Люди устроили марафон. За продуктами и не только. Все в супермаркет. Воду отключили. Сколько литров взяли? Десять. Десять литров. Воду скупали везде. В столичных магазинах упаковками. И тут новое испытание. Искать наличку. Карты, мобильная оплата временно не работали. Воду питьевой в основном брали. И свечки просят люди. Просили. Но их нет у нас в продаже. А вот хит-продаж. Хлеб и консервы. Сразу же все смели? Все. Сразу же по пять было хлеба в руки. С драками. Кто больше возьмет. Боялись, что не будет работать. Завод там не будет хлеба. Мы все узнали. Хлеб будет, даже если отключат свет. Тираспольский хлебозавод работает без перебоев. Круглосуточно. И накануне тоже. У нас есть свои генераторы. Мы быстро подключились. Хлеб спасли. Ничего не сгорело. Работали в штатном режиме. В большинстве городов и районов света не было около часа. За это время успели испечь две партии хлеба. Выпечку из фирменных магазинов выносили пакетами. Люди создали толпу очередь, скажем так, в нашем магазине. Но продукции у нас было достаточно. Хлеба мы обеспечили всех. Все остались довольны. И буквально в момент, когда уже свет включили, очередь как-то плавно разошлась. Люди все в панике. Все успокоились. Все нормально. Многие побежали консервы скупать. Вы пошли? Вы что, о чем говорите? Я никогда ничего не беру в проб. Зачем? Сейчас все спокойно. Свет есть. На заводе продолжают печь хлеб. В магазинах продуктов достаточно и никаких очередей уже нет.